Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня у нас с вами будет подборка для Барби. Итак, вышел фильм нашумевший, перенашумевший. Все начали делать себе образ Барби в приложениях. Какой я Барби? Какая я Барби? Одна девочка не проверила на сайте, какая она Барби и умерла. Простите, это только черного юмора в моих видео. Ну да ладно. Вообще, к чему эта подборка? Честно говоря, фильм я не смотрела. Я видела только трейлеры. Неизвестно, дойдет этот фильм до нас, не дойдет этот фильм до нас. Но эстетика Барби мне на самом деле близка. Барби из меня получилась, мне кажется, не очень, потому что у меня нет ничего розового. Как-то я розовый цвет не ношу. Было у меня когда-то одно единственное розовое платье, которое я отдала, потому что оно мне моложе стало. Но в любом случае, тема мне кажется интересной. Я такую подборку увидела в телеграм-канале интернет-магазина Рандеву. И потом вы начали меня уже просить в комментариях, а сними, а сними про парфюмы для Барби. Ну, честно говоря, я выбрала парфюмы для Барби просто в розовых флаконах. Очень часто так бывает, что в розовых флаконах у нас очень милые такие девичьи парфюмки. Собственно, так оно у меня и получилось. Поэтому подборка опять-таки субъективная, просто про розовый цвет. И видео снимается при поддержке интернет-магазина Рандеву.ру, за что им огромное спасибо. Поэтому ссылки на все ароматы я вам оставлю в инфобоксе, а также оставлю промокод на скидку 10%, которое суммируется со всеми акциями и скидками на сайте и будет работать от 2,5 тысяч рублей. Заходите на сайт интернет-магазина Рандеву, выбирайте себе подарочки. Пока идет летняя распродажа, успевайте. Ценники сейчас, к сожалению, везде полезли вверх. Вообще, конечно, прежде чем мы начнем, давайте вспомним, что такое для нас кукла Барби. Почему эта тема до сих пор цепляет? Я даже не видела фильм, и, честно говоря, у меня нет особого желания его смотреть. Но эти сами слова кукла Барби, они просто открывают магической пылью уже пространство. И сразу же ощущается какое-то приближение волшебства, Нового года. Я как девочка, которая родилась в 90-х годах, тогда Барби были просто на пике популярности. Все девчонки хотели себе куклу Барби. Я, честно говоря, не помню, была ли у меня когда-то оригинальная Барби. Потому что в то время мы как-то не сильно разбирались, и не сильно много было информации о том, Барби оригинал или это какая-то кукла пода, кукла Барби. Потому что были разные варианты кукол, были куклы с разными именами. Была кукла Сэнди, но почему-то я ее называла Синди. И вот 100% вот эта Синди, которая Сэнди, она у меня была в нескольких вариантах. Она у меня была и в свадебном платье, и в обычном розовом платье. Единственное платье, которого мне не хватало, это было красное платье. Я помню, мы шли по рынку с мамой и бабушкой. Я была очень маленькая, то есть мне было и серии 4 года, наверное. И я так хотела эту куклу, что я рыдала просто. Но мама мне тогда ее вот именно в этот день почему-то не купила. Хотя у меня всегда было очень много кукол. И это была кукла как раз-таки Сэнди Си. Я как только не мучила этих кукол, я им и мыла голову, и стригла их, и меняла прически. Ну, понимаете, ребенок. Но сейчас я понимаю, что эти куклы были просто великолепны. И даже оригинальные Барби, возможно, у меня все-таки была одна-единственная оригинальная Барби, но она также пострадала, у нее были выкручены ноги и все такое. Они были сделаны по-другому, нежели сейчас куклы Барби, которые есть в продаже. То есть это все уже сделано по-другому. Другие у них как-то суставы, вот эти руки-ноги, уже совсем иначе все сделано. Другие лица. Тогда Барби была просто невероятно красивая. У нее было потрясающее лицо. И в один из дней я как-то села в ютубчик и начала смотреть обзоры на товары из 90-х. Там были киндер-сюрпризы, которые выпущены в 95-м, 94-м году. Покупается это все дело на ebay. Шоколад уже все это старое просроченное, превратившееся в труху. Но самое главное, это что? Это игрушка. И вот эти игрушки потрясающие. Это отдельная просто боль. Но в этот же день я наткнулась на обзоры кукол Барби. Оказывается, есть такие же девочки. Коллекционеры, как мы любим духи скупать, которые покупают себе кукол Барби. Невероятно красивые. В разных костюмах, на рождественскую тематику. Там Барби такая, Барби сякая. И это, конечно, потрясающе. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что хочу куклу Барби себе. И с тех времен, но, наверное, это очень сложно уже. Сделать и найти, и они стоят уже, конечно, в три дорога все эти куклы. Но да. Ну что ж, давайте мы с вами начнем уже нашу потрясающую подборку. Буду брать аромат, который первый попадается мне под руку, который ближе стоят. Но флакончики практически у всех розовые, как я уже отметила. И первый аромат это Jimmy Choo Rose Passion. Прекрасный аромат на тему жасмина, кокосовой воды, франжипани. Это пляжный аромат, который я очень люблю. Он мне напоминает мюглер в золотом флаконе, который Godess. Он очень классный. Здесь я ярко чувствую жасмин. Он пронзительный такой, холодный. Без всякого индола в сочетании с кокосовой водой. То есть с кокосовым молоком. По-моему, здесь еще заявлена орхидея. То есть цветочные ноты ощущаются. Но прежде всего для меня это аромат про кокосовую воду. И жасмин. Такая пляжная тема. Аромат слегка солоноватый. Очень классный. И стоит довольно бюджетно. Следующий парфюм. Это Burberry. Burberry, который версия Blossom. Burberry Hell Blossom. Это шикарный аромат. Боже. Я не знаю. Это настолько просто и настолько прекрасно, что я не могу им надышаться. Вы знаете, он мне выдавал вот эти вот бакариные оттенки в самом начале, когда только приехал. Но я, кстати, была этому рада. Мне, в принципе, нравятся бакариные оттенки. Я против них ничего не имею. Но сейчас этого нет. Он стоялся и стал просто ароматом на тему пиона, на тему цветов. Это очень нежно, очень звонко, очень прозрачно, безумно шлейфово. И здесь он настолько округло выполнен, что мне очень сложно сказать, чем он еще пахнет. Кроме пиона, по-моему, здесь еще розовый перец в старте заявлен. Есть такое что-то пикантное в начале. Я люблю эту ноту парфюмерии. Много раз вам об этом говорила. И этот аромат просто и в пир, и в мир под него не нужно подбирать наряд, под него не нужно подбирать случай. Это просто универсальная рабочая лошадка, так скажем, да. И в таком прекрасном розовеньком слегка цвете. Здесь вот, не знаю, видно будет. В принципе, флакон прозрачный, но жидкость здесь розовенькая. И следующий аромат, это, конечно, куда же без нее, это Синьорина от Сальвадора Феррагамо, версия парфюмерная вода. Это моя самая любимая Синьорина все-таки, несмотря на то, что у меня есть целых три Синьорины. Это для меня самая любимая, самая такая берущая за душу. Потому что, во-первых, она мне немного напоминает флора байгучия. И несмотря на то, что здесь заявлена роза, по-моему, пион, жасмин и вот такое вот что-то стандартно цветочное, я здесь четко ощущаю перченую грушу. Тоже заявлен в старте розовый перец, это точно. И для меня это пахнет такой сладкой-сладкой грушей вместе с цветами. Розы здесь я как-то не ощущаю, может быть есть какая-то пионовость. Он имеет такую приятную цветочную сладость в сочетании вот с этой грушей, которая не заявлена. Для меня это максимально девичий тоже легкий аромат, очень стойкий, при этом шлейфовый. И опять же не требует никакого особого случая, особого наряда. Хотя, конечно же, аромат женственный, он легкий, летящий. И кажется, что для него подходит образ такой нежной девушки в платье с распущенными волосами. Но это совершенно не должно быть так. Это тоже универсальный аромат на каждый день. Переходим к следующему аромату. У меня это Zodik & Valtair This Is Love. Конечно же, флакончик не совсем розовенький. Он здесь градиентно переходит в такой оранжевый цвет. Давно я его тоже не показывала. Очень люблю, люблю гораздо больше, чем классическую версию This Is Hell. Кстати, она снята что ли все-таки? Я не понимаю, это такой хит вроде бы. Мне кажется, это какая-то временная история с поставками, может быть. Либо ее переформулируют и потом вернут в продажу. Потому что, во-первых, эти ароматы были совершенно недорогие. Тут резко все пропало. Я еще продала свой вариант. Я вам уже рассказывала про это. В общем, я что-то удивлена. Вот этот аромат, наверное, тоже надо было дублить в 50 миллилитрах, пока он был за 3 копейки. Ну, ладно. Неважно. Я его очень люблю. Здесь имбирный старт, остренький. Это длится совершенно недолго. И дальше он переходит вот в эту вот разбавленную, так скажем, версию классического аромата This Is Hell. То есть, та самая молочность, каштановость и мягкий-мягкий молочный сандал без всяких оттенков огурцовости и прочего. Очень хороший аромат. Вот он сделан просто потрясающе. Отсюда убрана какая-то для меня лично приторность оригинального аромата. И добавлена пряность, остринка, которая вот все это дело разбавляет. И он очень мягкий. Он подходит и на лето, на мой взгляд. И к нему у меня есть вот такой вот розовенький крем для тела. Вот такие вот у меня милашки. И прежде чем мы продолжим, хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан. Там я всегда делюсь с вами акциями, скидками. И все свои покупки показываю раньше, чем на ютюбе. Переходим к следующему аромату. Это нежно-нежно розовый зефирный такой флакончик. Это лата фаяра. Буквально недавно мы с вами о нем разговаривали. Я думаю, что у всех еще свежо в памяти. Какая же это вкусняшка? Но этой вкусняшкой легко можно переборщить. Поэтому либо на зимнее время года, либо буквально один пшик. Это очень сладко. Это пломбирно. Это взбитые сливки, сверху посыпанные малиной. И с небольшим цитрусовым оттенком. Но здесь для меня это малиновый пломбир. Малиновая пироженка без оттенка теста. Именно вот такой вот десерт, который сам по себе как суфле, но довольно сладкий. Это прекрасная гурманика на зиму. И здесь у меня вот такой вот объем. В таком вот шикарном розовеньком флакончике. Следующий аромат это тоже розовенький флакончик, естественно. Мишка. Это то и два баблгам. Как же без него в этой подборке? Просто мне кажется, он должен был быть первым. Это аромат на тему жвачки баблгам. Которая, к счастью, на моей коже со временем не уходит, как у многих это случается. А трансформируется еще в сочетании с такой пудровой, пудровой мягкой розой. Не болгарской, никакой просто свежей розой, но припудренной. То есть это такая пудра, наверное, больше сладкая или сахарная пудра. Жвачка, роза и сахарная пудра сверху. При этом аромат прозрачный. Он не приторный, он не душный. И он очень позитивный. Следующий парфюм у меня в коробочке. И это мадемуазель Роша. Туалетная вода. А нет, это парфюмерная вода. Вот такая вот она, миленькая. Здесь и розовая водичка сама по себе. Розовая наклеечка. Милый бантик. Это точно аромат для Барби. Аромат цветочно-фруктовый, незатейливый. Очень простой. И в этой, опять же, простоте его вся милота и прелесть. А здесь заявлено сладкое засахаренное яблоко. И для меня этот аромат действительно про яблоко, но в сочетании с цветами. То есть я не могу сказать, что он какой-то прям фруктовый-фруктовый. Здесь также много цветов. По-моему, еще есть кислинка черной смородины. То есть такая тоже, знаете, такой аромат, который можно дарить юным девушкам, юным Барби. И я себе купила для того, чтобы тоже у меня был под настроение. Следующий парфюм. Это Pink Marina Troussardie Donna. Милейший флакончик с бантиком и с розовой крышкой в розовенькую полоску. Аромат считается на тему пляжной такой версии Донны. Для меня он очень похож и на классическую Донну, и на Донну в туалетной воде. Потому что здесь очень яркие, бодрые, свежие цитрусы на старте. Нота дыни. Нота дыни для меня здесь звучит больше как такая фруктовая акварельность какая-то. И морская соль. Очень он классный. Действительно такой на тему ривьеры, на тему прогулки на яхте. Конечно же, под него неплохо было бы выбрать себе вот такую же кофточку в розовую полоску. Следующий аромат. Это вот такой уже яркий, ярко-розовый флакон. Это Angel Nova Mugler. Аромат на тему личи и розы. Дамасская роза, пудровая, опять же, в этой же сахарной пудре. И разбавляет это все такой кисленький, свежий личи. Очень классный аромат, очень богатый аромат. Относит нас по своему настроению к Делине или к красной туфельке от Каролина Эрера. Это все похоже. Один парфюмер делал, я уже об этом тоже вам рассказывала. Аромат классный для меня. Это все-таки больше на прохладное время года. Именно так он раскрывается полностью. Потому что в жаре я больше слышу только личи и ничего. И практически нет ни розы, ни вот этой пудровости. Мне кажется, все-таки он на такой вот плюс 15 градусов погоду. Очень стойкий, очень шлейфовый аромат. Следующий парфюм у меня тоже в коробке. Потому что я убирала его в шкаф и его достала для этого видео. Это Blue Marine. А версия, которая у нас Mon Bouquet Blanc. Ой, красота на тему невесты, свадьбы и всего прочего. Но смотрите, какой милейший розовенький тоже. Розовенькая жидкость, розовая коробочка. И сам по себе аромат очень милый, девичий, пудровый. Для меня это косметическая пудра. Таль, чистота. И очень здорово он пахнет чистотой. Реально. Хотя здесь заявлено и куча фруктов, по-моему. И черная смородина даже. И альдегиды. Но пока это все у меня, так скажем, очень округло. Я не ощущаю, не могу разделить его по нотам. Для меня это именно косметическая пудра. Очень нежная, белое ощущение. Вот этой вот белой фаты. И розовенькой жидкости тоже очень классный. Совершенно бюджетный он мне достался. Итак, следующий парфюм. Это Ромерт Роуз. Как-то я довольно часто его показываю, да, в последнее время. Ланвин. Ценник на него очень бюджетный. Особенно в интернет-магазине Рандеву можно купить прямо в тестере большой вариант. 90 миллилитров. У меня 30-очка. И в каждом видео я говорю, что это для меня аромат ностальгии. Хотя он совершенно не замысловатый. Мне написали о том, что он очень необычный. Но это девчонки смотря с чем сравнивать. Если мы будем сравнивать с результатом берлинской девы, которая тоже на тему розы, да, то это совершенно разный аромат. И тот все-таки будет более необычный. Здесь для меня это обычный аромат. Звонкие, яркие, сладкие леденцовые цитрусы в сочетании с розой и пионом. По-моему, здесь еще есть и магнолия, и жасмина, что-то такое. Но для меня это абстрактный такой цветочный блок в сочетании со сладкими цитрусами. И опять же, вот эта сладость цветочная здесь. Классный парфюм. Очень поднимает настроение и освежает в жару. И вот такой вот у него милейший розовенький флакончик. И последний аромат. Здесь он, конечно, ну, так скажем, спорно, да, потому что это довольно секси аромат. И не знаю, подойдет ли он Барби. Может быть, Барби, когда уже выходит замуж за Кена, вот тогда ей следовало бы надеть этот аромат. Это Narcisse Rodriguez Fleur Mask. Вот это моя версия. Тоже аромат на тему пиона, звенящего вместе с чистым таким мускусом. Потрясающий он шлейфовый, звонкий, все собой заполняющий, холодный такой. Вот эта вот цветочность прохладная. Он охлаждает. Для меня это был когда-то аромат на лето, но сейчас я понимаю, что тоже в демисезоне раскроется вся его красота, особенно на ветру. Ну, прекрасный, чистый, чистый, пушистый мускус в сочетании вот с этой прохладной цветочностью. Очень люблю этот аромат. У меня здесь половина флакона. Не знаю, может быть, даже когда закончится, куплю снова либо эту версию, либо версию, ну, которая будет в наличии. По-моему, версия в туалетной воде, она уже снята. И версия флораль тоже снята. В общем, напишите, если вы знаете. Ну что ж, вот такой получился ролик. Вот такой получился у меня образ Барби. И Барбишный домик. Кстати, я очень хотела в детстве домик для Барби. Еще те самые домики. Я помню, 99-й год это был или 98-й. Мы пошли к соседке на верхний этаж с какой-то девочкой. А та соседка имела дом для Барби. Куклы Барби. И у нее все это было в розовом цвете. Кстати, у меня тоже были некоторые элементы для дома Барби. У меня была кроватка. И у меня был такой, типа, туалетный столик розовым. А это все, конечно, находится в моей старой квартире и не в этом городе. Но периодами я ностальгирую по своему детству. Я очень любила играть в куклы. Шила им одежду. Именно они у меня были гламурные такие. И я сейчас вспомнила про ту самую куклу Сэнди, которая Синди в моем лексиконе была. У нее всегда еще в комплекте шла такая сумочка розовенькая. Может, это вспомнить. Такая, знаете, как в пупырку сумочка. Такая на золотом, на золотой такой леске, чем-то таком. И у нее еще были духи всегда в комплекте. И духи были, кстати, по форме, по своей, похожи на вот это вот. Только там был такой импровизированный пульвик. Знаете, такой с грушей. В общем, это было забавно. Боже, как прекрасно наше детство. Как здорово было играть в куклы. Сейчас бы так. Правда же? Ну что ж, рассказывайте. Видели ли вы фильм Барби? Что об этом думаете? Рассказывайте про свое детство. Про своих кукол Барби. Мне будет очень интересно с вами поболтать. Подписывайтесь на мой канал, если по каким-то причинам вы пока еще этого не сделали. И поставьте лайк этому видео. Меня это всегда очень поддерживает. Мы с вами обязательно. И очень скоро увидимся в новых роликах. Пока-пока.